Доброе утро! Эмоционал на нее, хрупкие плечи возложен. Это у нас проблематика ЖКХ. Сейчас все это ощущают, холодно у нас. Поэтому мы вас категорически поздравляем и желаем вам успехов. Доброе утро! 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 В клубе происходит реализация положения закона Российской Федерации об увековечении памяти погибших при защите Отечества путем организации работ по благоустройству воинских захоронений. Так у клуба имеются подшефтные памятники и воинские захоронения, за которыми наши активисты постоянно ухаживают. Они располагаются по всему городскому округу, от поселка Ашукино до Невзорова. Поиск осканков безости пропавших и незахороненных бойцов Великой Отечественной войны – это сложная и интересная работа. Она должна сопровождаться определенным комплексом мероприятий в соответствии с требованиями по их осуществлению. Прежде всего, это достойное захоронение людей, погибших при исполнении воинского долга. В условиях ведения боевых действий имели часто случаи неподтверждения факта гибели военнослужащих. Погибшие значились безости пропавшими. В связи с чем возникает необходимость установления имен и выяснения судеб погибших, обстоятельств их гибели, проведения переучета по архивным документам, в связи с выявлением новых данных и передачей информации родственникам погибших. «Никто не забыт и ничто не забыт» – эти слова поэтессы Ольги Бергольц стали официальным лозунгом нашего государства. Вместе с тем, в сотнях, даже в десятках метров от монументов, гремящих оркестрах, помпезных речей, в очередную дату календаря лежат незахороненными защитники Отечества. И сегодня, спустя десятки лет после окончания той страшной войны, люди, отдавшие свои жизни за родину, лежат в местах боев, заросших в блиндажах, окопах, воронках. «Война заканчивается только тогда, когда похоронен последний погибший на ней солдат», – сказал когда-то великий полководец Уворов. «Не существует точных данных о пропавших без вести. Их количество огромное. Значит, война не закончилась в 1945-м. Она идет и поныне. Не мы начинали эту войну, но заканчивать придется именно нам и нашим детям, воспитывающимся в клубе. На основании вышеизложенного прошу вас, Алексей Викторович, и вновь измирный совет депутатов оказать поддержку нашему клубу и рассмотреть вопрос о признании нашей организации как социально важной в городском округе Пушкина. Если можно, запустите, пожалуйста, видеоряд. Пусть о тебе и обо мне Иные лишь пожмут плечами Что, дескать, впроку в той войне С какой бы радостью печали Тревожить прошлое теперь Когда своих забот хватает Да только боль былых потерь Да только боль былых потерь Сквозь годы В сердце растает Речь не о лаврах и цветах И не о пригоршнях салютах О тех, кто сгинув на фронтах Лишок последнего приюта Едва ли наша в том вина Ответ присущий посторонним Нет, не окончена война Нет, не окончена война Пока солдат не похоронен И если память под ружьем Судьбу в обозе не пристроишь И нам смертельный медальон Дороже всяческих сокровищ Вдруг расшифрованной строкой Души нетленно извоянием Неси, Господи, покой Неси, Господи, покой Наш пояс, наше покаяние Он для тебя и для меня Стал чередою рукопашных Мы вновь на линии огня Во имя безвести пропавших Во имя нынешних живых Во имя всех идущих следов Дорогой мирных штыковых Дорогой мирных штыковых Навстречу будущим победам Дорогой мирных штыковых Дорогой мирных штыковых Навстречу будущим победам Ну это краткий итог годовой работы нашей А сейчас еще минуточку внимания вашего Хотелось бы на правах Заместителя руководителя Военно-патриотического клуба «Романтик» И заместителя председателя ДОСААФ Пушкинского городского округа Отметить людей, которые помогали нам В течение года И осуществляли всякую поддержку В помощи организации экспедиции К местам боев Хочу наградить благодарственным письмом От военно-патриотического клуба И медалью юбилейной 90 лет ДОСААФ Ушакову Нину Бениковну За оказанную помощь и активное участие В подготовке и проведении полевой экспедиции Карелия-2019 С целью обнаружения Последующего предания земле С воинскими почестями Воинов РККА Павших в год Великой Отечественной войны 1941-1945 годов В рамках общероссийской акции Вахта памяти 2019 год Шляпину Дмитрию Евгеньевичу Благодарим вас за оказанную помощь И поддержку в деле Воковечения памяти погибших Павших при защите Отечества Развитие поискового движения На территории городского округа Пушкина Активное участие в подготовке И проведении общероссийской акции Вахта памяти 2019 Спасибо вам большое Лисину Виктору Васильевичу Также благодарственное письмо И медаль 90 лет до СААФ России А парену Тимуру Ильдаровичу Также благодарственное письмо И медаль 90 лет до СААФ Сейчас отсутствует Но ладно Передайте пожалуйста от нас Юрия Алексеевича Кондратьева И многих других кто помогает нам На протяжении этих долгих лет Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, спасибо большое за доклад и ролик Не надо, наверное, всем объяснять Степень важности военно-патриотического воспитания Тем более видели ролики Советский народ пережил действительно сложнейшее время В 41-м и 45-м годах Но тем не менее вышел из этой истории достойно Поэтому мы должны быть с вами продолжателями этого великого имени Победа, который исковали наши предки И главное, правильным образом информировать нашу молодежь о том Чего и какими усилиями мы добились Потому что сегодня, наверное, не вся молодежь знает, что у нас произошло Тем более наш Запад свою историю везде транслирует И операцию на Востоке и так далее Которая, собственно говоря, нас в шок всех подвергает Поэтому давайте правильным образом к этому относиться Поддерживать наших коллег ДСАФ Пушкинского городского округа По курирующим заместителям, в том числе и образования И я думаю, что все из заместителей будут уделять этому внимание и я лично Спасибо вам большое Коллеги, в эту субботу у нас В парке Березовая роща прошла, на мой взгляд, очень важная экологическая акция Наш лес, посади свое дерево Где мы с вами давали жизнь нашим растениям, деревьям, кустарникам Более 2,5 тысяч саженцев нам удалось высадить на территории Пушкинского городского округа На 65 площадках И это тоже одно из таких важных мероприятий по воспитанию и наших жителей Формирование культуры наших жителей, а главное нашей молодежи, которая тоже принимала в этом участие По мне, если мы высаживаем с вами деревья возле памятников героям Великой Отечественной войны Мы вспоминаем о своих близких и о тех людей, которые положили свою голову и оказали долг нужный государству Если мы в садах и школах сажаем с вами деревья, то мы вкладываем толк в наше будущее, в наших детей Конечно же, мы своим примером и действием показываем заботу о нашей окружающей среде, о нашем Пушкинском городском округе Поэтому необходимо продолжать такого рода мероприятие, шлифовать организацию этого мероприятия Были некоторые у нас недочеты, на мой взгляд, но я убежден, что в следующем году мы сможем на достойном уровне провести эту акцию Кроме того, одно из, на мой взгляд, важных событий произошло на прошлой неделе Спасибо Черкасову Николаю Ивановичу, депутату Московской областной думы Организовал встречу с председателем Московской областной думы Игорем Юрьевичем Бронцаловым Мы подготовились, конечно же, к этой встрече Обсудили очень важные вопросы и проблемные вопросы Пушкинского городского округа, болевые точки И главным образом Игорь Юрьевич погружен в эти проблемы Пушкинского городского округа Знает о трудностях и готов нам оказывать всяческую помощь в этих направлениях Обсудили и приоритетные направления, по которым начнем работу В первую очередь мы проговорили о нашей школе в Царево, на которой нужно в первую очередь уделить внимание В настоящее время происходит разработка проектной документации И мы должны включить эту школу в областную программу по капитальному ремонту образования Подмосковья Кирилл Федорович, здесь, пожалуйста, обратите внимание, что у нас сегодня происходит На какой стадии ПСД с экспертизой, когда закончатся эти сроки Проговорите обязательно с профильными министерствами Проговорили о ливневой канализации в микрорайоне Серебрянка Одной из тоже важных и болевых таких точек по нашему городскому округу Тоже этому необходимо уделить внимание Я попрошу и Ольгу Вячеславовну, и Александру Аминовича углубиться в эту проблему Сейчас нужно разработать тоже проектную документацию, получить экспертизу И уже с определенной суммы выйти на Игоря Юрьевича Где мы сможем совместными усилиями тоже включиться в программу И уделить этому внимание Также поговорили и об экопарке Травинское озеро называется у нас с вами Рекреационное место в городском округе С Ниной Мигачевой тоже мы, кстати, со мной присутствовал на встрече У Игоря Юрьевича, обсудили эту проблему Сегодня нужно впрягаться тоже, извините за сленг, в эту историю Разрабатывать нам проектную документацию, экспертизу, получать сумму И тоже включаться в программу на контроле, пожалуйста, держите Нина, вы и Александр Аминович, вы тоже как куратор благоустройства Коллеги, тоже одно из важных, на мой взгляд, таких событий Проговаривали в Министерстве строительного комплекса И нам совместными усилиями удается сдвинуть проблему строительства Нового здания Московского областного музыкального колледжа Имени Прокофьева в нашем городе, который недостроен стоит у нас, по-моему, С 17-го или с 18-го года, где строительство было приостановлено В настоящее время произвели корректировку мы с МЕД И определили в настоящее время по подрядчика, по строительству этого объекта Которое такое ключевое значение для жителей нашего городского округа несет Тем более, эту проблематику озвучивал на нашей встрече и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев Поэтому контролируем, привлекаем тоже депутатов, неравнодушных жителей Контролируем ход и к 2020 году нам необходимо это строительство завершить Василий Михайлович, у вас есть, есть у вас что добавить по этому вопросу? Действительно ли определен подрядчик? Подрядная организация осуществила уже совместно с Управлением капитального строительства На прошлой неделе выезд на площадку для определения срока выхода И возобновления строительного надежных работ Это несомненно важно увидеть Компания А1, которая будет являться подрядчиком по данному объекту Достаточно крупная, устойчивая, подрядная организация Которая обладает всеми необходимыми финансовыми и технологическими ресурсами А также каждым от ансамбла для того, чтобы успешно завершить данные работы в обозначенные сроки Подрядная организация по, исходя скажем так, из текущей процедуры выхода Планируют приступить к возобновлению строительного надежных работ в течение октября месяца Благодарю вас, Василий Михайлович Пожалуйста, контролируйте ход строительства работ Действительно, для жителей это значимый социальный объект Требует повышенного внимания На территории Пушкинского городского округа Достаточно много такого рода проблемных вопросов Но, как показывает практика, мы с вами в ручном режиме можем контролировать И доводить до ума, скажем так, наши объекты Спасибо за доклад, Василий Михайлович На прошлой неделе прошла у нас акция традиционная Которую мы с вами на протяжении двух месяцев уже проводим Акция «Чистый округ», на которой с вами осматриваем территории, дороги, социальные объекты и так далее И вот на одной из акций посетили микрорайон Завета Ильича В частности, заехали на улицу вокзальной Посмотрели отремонтированное дорожное полотно Это у нас тротуар, который был недоделан Тот же подрядчик производит работы Так сказать, не торопится с выполнением работ по данному контракту Насколько мне известно, контрактам предусмотрено еще время и сроки Надеюсь, что должным образом подрядчик завершит эти работы Однако, что не понравилось по улице вокзальной Где было достаточно в удовлетворительном состоянии Произведены работы по ремонту дороги Однако содержание этой дороги, на мой взгляд, однозначно не удовлетворительное Нет у нас, да, этой фотографии? Что-то я ее не вижу Дорога в плохом состоянии Видно, что она грязная, особенно по бордюрному камню Очень много земли, листьев и так далее То есть, недолжным образом ведется содержание дорог Я попрошу курирующих заместителей Это и Василия Михайловича нужно уделить этому внимание А также Александру Виаминовичу вам нужно уделить этому внимание Каким образом у нас сегодня происходит содержание дорог Тем более в преддверии зимнего периода И обратить внимание на тех подрядчиков, которые у нас сегодня обслуживают это Если это пуш-горхоз, разбирайтесь в связи с чем Такая неудовлетворительная работа Если это субподряд, значит выставляйте новые требования к подрядчикам Если недостойный уход будет за нашими улицами городского округа С такими нерадимыми подрядчиками нужно прощаться Поэтому уделите, пожалуйста, этому тоже вниманием Пуш-горхозу тоже, пожалуйста, на контроль берите Руководитель контракта, в частности, Ваша Смотрите за этим внимательно С местными жителями также провели разговоры в этом микрорайоне Завета Ильича посмотрели Вот не указаны, верните, не указаны у меня номера домов на этой фотографии И обратили внимание на содержание придомовой территории Которая тоже, на мой взгляд, работу признаю неудовлетворительной И видел навалы и листьев, и деревьев В общем, территория недолжным образом ухаживается Управление, дирекция ЖКХ обслуживает эти дома У вас там, Сергей, у вас там субподрядная организация или вы? А? Я какой раз слышу об этой организации, Кодом Ее работа крайне неудовлетворительна Я попрошу вас сделать выводы определенные И либо налаживайте быстрее работу Либо расставайтесь с этой субподрядной организацией Но работа ее крайне неудовлетворительна Также в рамках акции «Чистый округ» Мы посетили два детских сада Два наших образовательных учреждения Это детский сад «Дюймовочка» и «Светлячок» Ну, вы знаете, на самом деле душа порадовалась Я хочу поблагодарить заведующих за их работу Несмотря на то, что наши учреждения Не хочется говорить слово «старые» Они уже взрослые такие По-моему, одно издание 1957 года, второе 1962 или 1965 Достаточно взрослые учреждения Но увидел серьезный порядок Особенно на прилегающей территории Большое внимание заведующие уделяют и нашим детишкам Несмотря на то, что фактическая наполняемость учреждений Превышает проектную мощность учреждений Тем не менее, ухоженная, добрая атмосфера, территория Детишки находятся в уютной и комфортной обстановке Ну, конечно, это мое мнение, субъективное Но, поверьте, достаточно много учреждений дошкольного образования я видел И с учетом этого возраста учреждений Работа на должном уровне находится Кирилл Федорович, там, кроме этого, мы, конечно же, обратили внимание на проблемы По этим учреждениям Нужно уделить внимание Вы со мной вместе же присутствовали на этом выезде Я думаю, правильно уделить в первую очередь внимание этим образовательным учреждениям Необходимо предусмотреть денежные средства на проектно-сметную документацию И экспертизу по этим учреждениям И заявляться, конечно же, в программу по капитальному ремонту этих учреждений Тем более, с такой достойной работы наших заведующих Поэтому, пожалуйста, проконтролируйте это Кроме этого, заехали на школу номер 12 53-го года постройки здания Фактическая наполняемость школы 450 человек При проектной мощности 200 учеников Конечно, в непростых условиях у нас находятся наши ученики Тем не менее, ничего не мешает образовательному процессу Тоже школа находится в достаточно удовлетворительном, на мой взгляд, состоянии Кроме этого, мы сегодня уделяем внимание этому учреждению И с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым Мы проговорили по этой школе Сегодня она у нас является приоритетным направлением в развитии нашего городского округа Формируем сегодня земельный участок на строительство пристройки На 550 мест для этого учреждения Коллеги, ну, губернаторам одобрено, так сказать, это строительство Прошу поддержать его Всеми усилиями нужно наращивать темпы и сроки Приведение в состояние Я Нину Мигачеву попрошу уделить этому внимание Конечно же, Кириллу Федоровичу, Василию Михайловичу Косолапову Здесь совместная коллективная большая работа Необходимо в ближайшее время проговорить с профильными министерствами Пришла ли резолюция от губернатора по нашей встрече По этому приоритетному направлению и так далее По Министерству образованию, по Минстрою Прошу профильных заместителей проговорить в ближайшее время И доложить мне эту обстановку В рамках нашей акции, коллеги, мы с вами говорим о чистоте и порядке Которая должна быть у нас в нашем городском округе Об эффективности работы на наших территориях И наших организаций муниципальных, где учредителем являются администрации О субподрядных организациях Но мне хочется и затронуть организации бизнеса Которые, конечно же, находятся у нас на территории И призвать их тоже к участию в чистоте нашего округа К вниманию, которому мы уделяем И призываю также наш бизнес уделять этому тоже должное внимание Я хочу, чтобы у нас представитель Госадомтехнадзора здесь присутствует У вас есть доложить информацию по этому рейду? Нина Берековна, я хочу попросить вас тоже уделить внимание этому У нас есть вместе с подразделением благоустройства Александр Леонидович, вам тоже на контроль Посмотрите за работой внештатных инспекторов тоже нашей организации И на следующий чистый округ давайте спланируем совместные адреса По которым мы с вами выйдем И обратим внимание, где сможем провести оценку предприятий Которые должным образом уделяют внимание нашему округу И, конечно же, нерадивому нашему бизнесу Которых нужно призвать к чистоте и заботе о нашем округе Алексей Юрьевич, прошу вас Добрый день, коллеги Разрешите представиться Широков Алексей Юрьевич, заместитель начальника территориального отдела номер 8 Госадомтехнадзора Московской области Мы осуществляем деятельность по контролю чистоты и порядка На территории Пушкинского городского округа, Красноармейска и Ивантеевки Остановлюсь на нештатных инспекторах, как Алексей Викторович просил На территории Пушкинского городского округа в настоящее время действует 14 нештатных инспекторов Которые в своей деятельности должны осуществлять помощь, содействие сотрудникам Госадомтехнадзора Московской области По выявлению и пресечению фактов административных правонарушений в сфере чистоты и порядка Сухие цифры В настоящее время, с начала года, по выявленным фактам административных правонарушений Было составлено 34 акта обнаружения признаков административных правонарушений Вынесено штрафов на сумму 195 тысяч рублей Поступило в бюджет муниципалитетов штрафов на сумму 180 тысяч рублей Это небольшие суммы, это не очень хорошие показатели Однако, учитывая позицию городского округа, администрации Идет настоящее время переформатирования Алексей Викторович желает и видит эту работу более усиленным Я хотел бы остановиться, будьте любезны, первые две фотографии На том, что все-таки основная задача внештатных инспекторов заключается в пресечении административных правонарушений Вот как вы обратили внимание, да, то есть первая фотография, первый слайд И будьте любезны, второй слайд Еще раз Вот это, да То есть мы видим, да, две входные группы Разница заключается в том, что по одной из входной групп пришел внештатник И предприниматель своими силами устранил правонарушение Сумма затратов у него составила максимум 3 тысячи рублей По второму объекту предприниматель не уделил этого должного внимания Внимание, и данный адрес был выехал, вышел инспектор И сумма его ремонта составила уже 13 тысяч То есть это штраф 10 тысяч за непринятие мер и 3 тысячи на восстановление Основной задачей внештатников, как я повторюсь, это предупреждение Но будем говорить о том, что все-таки кроме этого Дештатник может и должен осуществлять контроль проведения работ Очень много правонарушений со стороны подрядных организаций При работе на КБДТ, при работе капитального ремонта домов На слайдах вы видите те моменты, которые обращаем внимание мы И обращаем внимание, и должны обращать внимание нештатники С Алексеем Викторовичем мы обговорили, что по каждой кандидатуре Будет проведен анализ, посмотрим, кто готов дальше работать Так как происходит реорганизация администрации Вполне возможно, данные кандидатуры будут загружены Основные работы не смогут учитывать деятельность нештатников Данный вопрос будет актуализирован Спасибо большое за доклад Уважаемые коллеги, чистота нашего округа, на мой взгляд, одно из приоритетных направлений В том числе и по бизнесу Проезжая сегодня по городу, наблюдаю много представителей территорий бизнеса Где видно и покосившиеся заборы, и неокрашенные территория, которая прилегает к предприятиям частного владения И трава не окошена, заборы не покрашены, неаккуратны и так далее Я попрошу эту работу у нас усилить Кравченко и Евгению Викторовичу Нужно провести разъяснительные беседы с бизнесом Прежде всего, конечно же, не с мер воздействия на него и о штрафах говорить нужно О необходимости поддержания чистоты в том округе, где они работают и где они живут Кроме этого, Виктор Васильевич, я тоже попрошу вас здесь включиться в работу В рамках формирования торгово-промышленной палаты и Совета директоров, на котором мы с вами регулярно проводим заседания Тоже провести разъяснительную работу, обратить на это внимание Я уверен, что бизнес этот посыл услышит правильно Коллеги, прошу включиться в эту работу Одно из важных вопросов, которые сегодня у нас тоже на повестке, коллеги Это в нашем Царёво происходят работы на полигоне Которые находятся под общественным контролем Прошла на прошлой неделе в среду встреча с инициативной группой жителями С представителями администрации, а также подрядной организацией Конечно, хорошо, что подрядная организация у нас одна из крупных Имеет серьезнейший опыт в рекультивации полигонов на территории Московской области И это одно из важнейших сегодня и больных точек на территории Пушкинского городского округа И не только, я думаю, что и на территории Красноармейска Вчера с главой Красноармейска тоже переговорили Он готов активно подключаться к этой проблематике Привлекать тоже и общественность городского округа со своей территории, с нашей территории Коллеги, нам нужно в этом направлении, конечно же, объединиться Вести правильную разъяснительную работу с нашими жителями Дмитрий Николаевич, добавьте, пожалуйста, прокомментируйте, как прошла встреча на полигоне у вас Добрый день, вкратце доложу, значит, 18 сентября по вашему поручению Мы эту встречу провели, провели непосредственно на самом полигоне То есть инициативная группа граждан на ней присутствовала Причем были представители депутатов нашего соседнего города Так, Красноармейска Были представители Министерства экологии Ну, соответственно, да, и наш подрядчик Встреча прошла, я очень, я считаю, полнотворно Поскольку все вопросы, которые интересовали жителей, они были освещены Жители пустили на непосредственно тело полигону То есть они прошли, посмотрели, как выполняются работы Итогом их встречи стало то, что каждые две недели Эти встречи будут регулярны на протяжении всех работ по рекультивации Соответственно, всю информацию, которую жителям необходимо, мы должны Вместе с самой администрацией Пушинского района У нас встречи присутствовала Пушакова Нина Бениковна То есть, поскольку вопросы смешные Я думаю, что ей тоже нужно дать слово Она доложит в своей части по выполнению информации Ловкова, да, Нина Бениковна Когда у нас очередная встреча, Дмитрий Николаевич? 2 октября Да, Алексей Игоревич, действительно очень конструктивным был разговор Вот, кстати говоря, сегодня на нашем оперативном совещании Присутствуют представители средств массовой информации Которые присутствовали на той самой встрече О которой так подробно Виктор Николаевич рассказал Коллеги могут подтвердить Действительно, всю информацию необходима массам По вашему поручению, которое было дано во вторник А в среду после встречи с активом жителей на площадке полигона Уже в четверг на официальном сайте местного самоуправления Появился тот самый ожидаемый раздел Который касается работы полигона Появился тот самый баннер, о котором я говорила Баннер активный Каждый пользователь может зайти на сайт Кликнуть на него И вся необходимая информация на нем размещена Начиная от нормативных документов Проекта, рекомотивации Я, кстати, хотел поблагодарить Дмитрий Николаевич Описи его блог За то, что оперативно практически в течение 20 минут предоставили весь необходимый контент Который мы оперативно залили на наш ресурс Подключились все видеоматериалы, которые выходили В принципе, за несколько недель ранее Еще в рене прошлого года В общем, все, что касается относительно судьбы И ожидаемого проекта рекомотивации полигона Царева Вся информация сейчас на сайте размещена У нас есть пока только одно «но» Это в части подачи на сайт администрации Видеосигнала с полигона То есть, когда камеры будут размещены Видеотрансляция будет ввести Здесь больше акциониста, так нам сказали проектировщики Мы уже тогда нашу техническую службу попробуем Как-то сканетить с коллегами С полигона, с проектировщиками Которые отработают и это пожелание жителей Не знаю, насколько нам удастся это сделать Оперативно, качественно Но мы будем стараться Мы в этом заинтересованы Вся необходимая информация дополнительная Сейчас уже на ресурсе есть Спасибо, присаживайтесь Уксу есть что добавить? Работы ведутся в планном режиме Работы ведутся на другой компании Которые в планном режиме Соответственно, на полигоне На настоящий момент задействовано 8 единиц техники 15 человек рабочих Ведется планировка территории участка И разработка основания Для этого истины Работы круглосуточно Спасибо Коллеги, ну так в позитивной у нас повестке Это звучит С одной стороны приятно Но я знаю, что основной ход работы Конечно же у нас впереди Насколько мне известно Основной этап работ будет с ноября Именно вскрытие поверхности полигона Что будет причинять дополнительное беспокойство Существенное, я думаю, беспокойство Для наших жителей и жителей Красноармейска Поэтому надо усиливать нашу работу Направленную на взаимодействие с жителями двух территорий Всем службам нужно принимать во внимание То, что будет у нас происходить Тот дискомфорт, мягко выражаясь, который возникнет на наших территориях Здесь правильным образом нужно информировать наших жителей О ходах работ, по этапности их Наши жители передали нам большой список вопросов На которые мы готовим ответы и будем их информировать 2 октября, правильно, Дмитрий Николаевич? Поэтому список вопросов необходимо согласовать с профильным министерством нашим Который тоже в плотном взаимодействии находится в работе с нами Это наша большая глобальная комплексная работа Нина Беньковна, особое внимание Информирование жителей через средства массовой информации И, конечно же, регулярные встречи, Дмитрий Николаевич Спасибо, коллеги Перейдем к оперативной обстановке и краткому докладу наших служб Я попрошу Татьяну Владимировну доложить о ситуации Доброе утро, уважаемые коллеги, Алексей Викторович За прошедшую неделю по системе 112 поступило 4248 обращений Из них обработаны операторами системы 112 3996 обращений Передано в Центр обработки вызовов 19 обращений Вызовы, которые были сброшены заявителем, 233 На территории Пушкинского городского округа За прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций не произошло Но хочется отметить наиболее значимое происшествие, которое все-таки было 18 сентября этого года с 9 часов утра был отключен весь городок, поселок Софрино-1 Из-за выхода из строя подземного фидера Без электроэнергии, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения Остались 40 домов пятиэтажных, это примерно 10 тысяч жителей Подача электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения в полном объеме Была восстановлена в 13 часов 10 минут За прошедшую неделю пожарными частями был осуществлен 58 выезд По различным причинам и обстоятельствам Это можно видеть на слайде МБУ Пушкинский аварийно-спасательный отряд осуществил 15 выездов По различным причинам и также по различным обстоятельствам За прошедшую неделю на дорогах нашего Пушкинского городского округа Произошло 123 дорожно-транспортных происшествия На федеральных дорогах 33 ДТП, на областных 84 погиб 1 человек На местных дорогах, на муниципальных дорогах 6 ДТП За прошедшую неделю зафиксировано 17 аварийных отключений поставки энергоресурсов потребителя Из них электроснабжение 8, холодного водоснабжения 6, горячего водоснабжения 3 Поступило 4 предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях Об ухудшении погодных условий населения проинформировано через муниципальные СМИ, социальные сети и мобильное приложение 112 Спасибо за внимание, доклад окончен Татьяна Владимировна, взаимодействие есть с службами, ведомствами, с курирующими заместителями по чрезвычайным ситуациям, которые происходят? Конечно, взаимодействие есть Замечаний нет? Так нету замечаний Спасибо, Татьяна Владимировна, присаживайтесь, пожалуйста Владимир Михайлович, коротко, есть информация у вас? Обновайтесь с места Доброе утро, спасибо, дорогие мои коллеги За прошедшую неделю Учредение правоохранения Кошневского района без происшествий и специализация пропосновок и вакцинации Согласно плана Чтобы все произведения Упланили Свои Работы с нормами Объема Поступило новое оборудование К нам по юзу Мы получили по старственной программе На втором ходе под Москву Две диагностические рентген установки СИДУГА Которые позволят достаточно Улучшить диагностический и лечебный процесс Сыночный процесс Выполнены Несколько уникальных операций Сейчас у нас вот На снимках Это протезирование коленных суставов Таких операций Мы выполняем Год 30 И операции на Дозаколебных суставах Более Сыночные Вот такое небольшое Знакомство С нашим подразделением Полиэклиника номер 6 В поселке Солфино Построено В 85-м году И сегодня Она является Одним из лучших подразделений Здравоохранения Нашего района Следующий Опять же Небольшой Небольшой Петербургический шкал Средний пациент С определением С повреждением С серьезным повреждением Позвоночника Мы будем Небольшой Сегодня Пациент уже Ходит На своих Небольших Вчера Работного правительства Белополучина Звидится О социальной Критике Наши сотрудницы Врачу Мущественному Педиатру Зилю Это здоровье Здоровье Врач Работного Побучин Саи Педрику Из Учуждения Задорожения Нашего района Зилю Ну и вот Большой Большой Спортивный сюжет Пицца и сестра Пятой Пятой Большой Большой Спортивный сюжет И справа Стала Призер Полумарафона Который Прошел Увенец 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 Прилежала Пять Северных Казахстан Увенец Увенец Я хочу Маленький Анонсировать Мероприятие Которое В воскресенье У нас состоится Экологическая акция По очистке реки Скалба Место встречи Экопарк Начало в 10 часов Поселок Зеленоградский Мы письмо В Минэко Подготовили Дмитрий Николаевич У нас будет Представитель От Министерства Экологии Правительства Спасибо большое Коллеги Всех призываю Поучаствовать Неравнодушных Также Депутатов Пушкинского Городского Округа Сергей Передайте Пожалуйста По этой акции А также Надо подключать Нам Депутатов Которые Имеют Тем более Особые знания В рекультивации Полигонов И так далее Чтобы достойным Образом Мы могли Вести Наше взаимодействие С жителями Спасибо Уважаемые коллеги Обращаю внимание Сферу Жилищно-коммунальной Сферы На улице Уже холодно Сады Школы Конечно же В первую очередь До конца Недели У нас Не должно Остаться с вами Холодных объектов На территории Городского Округа Коллеги Всем плодотворной Недели Спасибо За работу Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров